Во Владимирской области встретили состав с танками Т-34 из Лауса. 21 января 2019 года ТАСС во Владимирской области встретили состав с танками Т-34 из Лауса. Железнодорожный состав с тремя десятками танков Т-34, переданных Лаусом России. Источник изображения, Евгения Ипанчинцев, ТАСС из Мурома в военную технику направят в Кантемировскую дивизию в Подмосковье. Муром слеж Владимирская область слеж 19 января слеж ТАСС слеж. Эшелон с тремя десятками легендарных танков Т-34, переданных Лаусом России, прибыл в субботу на вокзал города Мурома Владимирской области. Боевые машины, следующая в Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье, встретили торжественным митингом и концертом, сообщила пресс-служба Западного военного округа ЗВА. Договоренность о поставке лаусских танков Т-34 в РФ была достигнута в ходе состоявшегося 22 января 2018 года визита в Лаус министра обороны Сергея Шойгу. Министерство обороны Лауса передало Т-34 в рамках военно-технического сотрудничества в полностью исправном состоянии. До недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаусской армии. 9 января 30 танков прибыли во Владивосток, откуда их по железной дороге транспортируют в город Нарофа Минск Московской области. На железнодорожной станции Мурома, где встретили состав с танками Т-34, прошел торжественный митинг с участием командования инженерной бригады, администрации города, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, юно-армейцев, гостей и жителей города. На концерте творческих коллективов звучали песни про танкистов и победу советского народа в исполнении Оркестра инженерных войск, сообщили в пресс-службе ЗВА. Танкам осталось 300 километров до постоянного пункта дислокации в Нарофа Минске. Уже завтра состав с 30 танками Т-34, преодолевшей в пути более 9000 КМ, торжественно встретят военнослужащих Кантемировской танковой дивизии Гвардейской танковой армии ЗВА, сказали в ведомстве. Переданную Лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне. В российском военном ведомстве передачу техники объяснили тем, что спустя 7 десятилетий после окончания войны действующих образцов Т-34 осталось крайне мало. Согласно открытым источникам, на начало 2000 года в составе ВС РФ в европейской части России числился всего один Т-34-85. В 2016 году Минобороны РФ объявляло тендерное восстановление трех экземпляров Т-34-85. Редкий лучший танк по данным Минобороны РФ, Т-34 считается лучшим танком своего времени, им установлен десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти. Это самый массовый выпуск в СССР боевых машин, с 1940 по 1946 год с конвейера сошло более 58 тысяч единиц. Т-34 советский средний танк, разработанный в 1937-1940 годах в конструкторском бюро завода номер 183, ныне Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, Украина. Работами руководил конструктор Михаил Кошкин, а после его смерти в 1940 году Александр Морозов. В период с 1940 по 1946 год Т-34 выпускались в Харькове, Горьком, ныне Нижний Новгород, Челябинске, Свердловске, ныне Екатеринбург, Омске и Нижнем Тагиле. После окончания войны выпускались по лицензии в Польше и Чехословакии. Совокупно было изготовлено более 84 тысяч Т-34 различных модификаций. Танки этого типа принимали участие в вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке 1950-1990 годов, поставлялись, в частности, на Кубу, в Египет, Анголу, Сирию, Румынию, Болгарию, Индию, Ирак, Гемен. По данным справочника Military Balance, в 2018 году Т-34 числились на вооружении 9 стран – Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи и Бесау, Емена, Кубы, Лауся, Республики Конго, КНДР и Намибия. 9 декабря 2018 года телеканал Минобороны РФ «Звезда» показал телепрограмму «Военная премка», посвященную Лаусу. Съемочная группа программы продемонстрировала в том числе возвращаемые сейчас танки Т-34. Командир бронетанкового батальона «Кхампхонг» Тумани Вонг рассказал ведущему программы, что Т-34 были выпущены в 1944 году и прибыли в Лаус в 1987 году, Т.Е. В период Тайско-Лаосской пограничной войны 1987-1988 годов. 19 января 2019 года права на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...